Вы должно быть видели, что на той неделе в сети стало появляться очень много сочных концепт-артов к концу света. Так всегда происходит, на второй неделе после дополнения художники, работавшие над релизом, заливают на свои артстейшены кучу артов, концепций и мудбордов. Так что нам, игрокам, всегда есть на что поглазеть в это время. Да, показали много крутого, вы знаете, что я очень люблю ковыряться в арте Дустана, и уже не раз делал видосы на эту тему, так что мимо этой порции контента никак пройти не мог. Особенно в свете того, что дополнение вышло довольно скандальным и интересно посмотреть ожидания и реальность. Вот так вот сегодня и будем сравнивать ожидания, основанные на концептах, и реальность, которую мы увидели с релизом дополнения. Говоря об этом, сразу отвечу на самый частый тейк. Блин, почему концепты круче того, что мы видели в игре? Шок-ответ, потому что это концепты. Всегда, когда вы видите концепты к какой-то игре или фильму, особенно до релиза, нужно помнить, что концепт-арт создается с четким осознанием того, что не все из него попадет в финальную версию. Где-то художники как бы ищут образы, которые будут откликаться в истории, где-то проходят от одной крайности к другой. Ну, типа, что если бы у нас были безлимитные возможности? Каким бы мы сделали вот этого персонажа в таком случае? Или битву с ним? Но еще чаще концепты объясняют... Концепцию. Они не являются ТЗ для команды дизайна, они не руководят. Они дарят настроение. Об этом я уже рассказывал в своем большом фильме о Барте в Дестине. Знаю, что сейчас на канал пришло много новых игроков, не знакомых с миром Дестине. Так что советую посмотреть, если интересен процесс создания визуала для этой игры. И сейчас с этими установками давайте посмотрим предметно на наиболее интересные концепты. Я скажу о них пару слов, поделюсь своими соображениями, ну и буду рассчитывать, что в комментариях вы ответите мне и тоже поделитесь своими мыслями. Начнем с самой локации. Нептун и город Неамуна. На концептах мы видим город, который совсем не похож на неоновую столицу. На мой взгляд, это скорее что-то отсылающее к Атлантиде, со всеми этими водорослями или чем-то подобным. И мне нравится идея, которую транслирует этот арт. Неамуна долгое время был сокрыт от наших глаз, и мы не знали и не подозревали о его существовании. И это хорошо откликается с загадкой и мифах об Атлантиде. Эти синие развивающиеся растения окутывают постройки словно волны морские. На некоторых других набросках Неамуна изображена как парящий в облаках город, то есть как раз противоположность чему-то сокрытому в глубинах. Она словно спрятана на виду. И в итоге та Неамуна, которую мы видим в игре, это как раз что-то промежуточное между этими концептами. Защитники города, облачные бродяги, ну или клаудстрайдеры, наверное одна из самых ярких и странных деталей этого дополнения, которая на 100% справилась со своей задачей. Удивить. Нимбус и Рохан никого не оставили равнодушными. Они могут восхищать, могут бесить, раздражать или удивлять. Но сказать что, мэх, ну есть и есть, так по-моему никто не может сказать. На концептах они прошли через еще более удивительные образы. Вот тут клаудстрайдеры представлены скриповыми аугментациями. Художник Тобиас Куон говорит, что вдохновляется чем-то от Терминатора Т-1000. Очевидно, чтобы создать этот жуткий эффект человекоподобной машины. Хотя в общем-то, то, какими здесь представлены жители Неамуны, на этих артах, мне откликается меньше. Эти концепты прикольно бы ложились в рамках вселенной какой-нибудь Дюны Вильнёва, но не в Дестине. Точнее, словно не в те задачи. По словам разработчиков, клаудстрайдеры должны были быть противоположностью стражам. Они смертные, но при том невероятно сильные и уникальные в своих умениях, храбрые. И держа это в уме, мне кажется, что финальный результат, который мы видим в игре, идеально сочетает в себе эти условия. Хоть и реплики Нимбуса все еще бросают в дрожь от кринжа. Но был у нас и еще один персонаж, которого мы как раз уже знали и в каком-то смысле видели. Но которого нужно было преобразить так, чтобы четко определить его различия, которые он приобрел за эти годы. Речь, конечно, про Калуса. Калус-гедонист, которому нравится окружать себя богатством, роскошью и золотом. И еще в трейлерах к дополнению мы видели то, как он прется от своего внешнего вида, также увешанного золотом. Но кажется, что мы все же ожидали встречи с Калусом-послушником свидетеля. Калусом, который принял тьму и которого приняла тьма. Как он должен был измениться под ее влиянием? Должен ли он был быть похожим на Рулка или Незерека? Не обязательно. Но, однако, его новая форма совершенно новой не ощущалась. Я ожидал, что в выложенных артах будет что-то более дерзкое. Но тоже нет. Значит, такова была задумка. В концепт-арте Калуса, кажется, не было места значительному обновлению внешнего облика. Однако вот эти арты мне очень понравились. На них Император словно преследует Стража, будучи просто монструозно-гигантским. Было бы очень круто, если бы финальная битва предлагала похожий опыт побега от Калуса. Чтобы он, как знаете, застревал в проходах, ломал там какие-то стены, пытался загнать Стража в угол и так далее. Меня очень вдохновляют мысли об этом. Знаете, что-то такое хоррорное в этом могло получиться. Маленькие Стражи и огромный Калус, как в игре Little Nightmares. К сожалению, мы получили, что получили. Обычные боссфайты на арене. Ни хорошо, ни плохо, просто никак. Ну и то же самое относится ко всему облику Легиона Теней. Ни в их образах, ни в их механиках они не выражают ту угрозу, которую ожидаешь от приспешников-свидетеля. Это обычный Кабал, ни больше, ни меньше. Хотя на концептах видны огромные конструкции, новое оружие, какие-то установки в стиле Вахи. Понимаю, что это тоже обусловлено тем, что Лайтфолл не то чтобы полноценное дополнение, и его собрали из того, что было. Однако было бы круто увидеть что-то подобное в игре. Кабал в принципе самая скучная раса в вопросе дизайна, так что не будем на ней задерживаться и идем дальше. Наверное, к самой болезненной теме в вопросе ожидания и реальности. Это подкласс нить. Мы уже знаем, что с вероятностью 99% зеленый подкласс должен был появляться в Королеве-Ведьме. На это указывают много деталей. Мы слышали от разработчиков комментарии о том, как они работали над нитью, чем вдохновлялись. Но вот рассматривая эти концепты нити, сложно сдерживать себя от мыслей. Боже, какие же крутые были идеи. Где они все застряли? Почему их порезали? Вот например, у титанов изначально был вариант с огнеметом этой энергии в качестве их ульты. А у охотников должен был появляться долбанный дракон. Но вы только представьте, насколько мощно смотрелся бы титан, испепеляющий толпы врагов с зеленым облаком пламени вместо этих огрызков, наручников, то что есть сейчас. И этот дракон... Да, арт выглядит просто невероятно круто, анимационно и ярко. Пожалуй, соглашусь, что в игре какая-то такая механика могла бы не везде сойтись, но помечтать, конечно, никто не запрещает. Я просто восхищаюсь смелостью и яркостью воображения художников Банжи. У варлоков могла появиться механика пожирания энергии из противника, что-то вроде высасывания души. Мне нравится текущая милишка варлока, как она появилась в игре, когда он ловко жонглирует тремя снарядами. Однако способность высасывания энергии, как у Мойры в Overwatch, смотрелась бы крайне уместно у варлоков и превращала бы их в натуральных некромантов. Кроме всего этого, есть куча концептов по рейду. Подробный взгляд на Незерека, и тут я не особо разделяю комментарии о том, что на артах он чем-то лучше, чем в игре. На мой взгляд, он как раз передан достаточно точно. Может быть, если некоторые проблемы с освещениями графика и бы убрать, то он бы так и выглядел. Это обусловлено тем, что в Destiny, в принципе, вся игра уже собрана далеко не на самом новом движке и никак визуально она не дорабатывалась много лет. Так что не буду говорить, что блин, они порезали Незерека, смотрите, каким он крутым был. Да, он был, в принципе, таким же. Пожалуй, единственная деталь, которая мне близка в концептах, которая не дошла до релизной версии, это вот эта вот вуаль или плащ Незерека. Мне не нравятся светящиеся крылья из My Little Pony на его спине, которая есть сейчас, но, полагаю, с похожей материей было бы сложнее работать, опять-таки, по техническим причинам. Ну, как же она смотрится круто. Короче говоря, да, концепты крутые, а то, что мы получили в игре, во многом упростилось. Но мы уже обсуждали, почему так произошло, так что это не неожиданность. Банжи закрыли комментарии под видосами со артами, якобы потому, что там было очень много негатива. Не берусь утверждать, так это или нет, но мы помним, что в прошлом году компания перешла на более сдержанную политику общения сообществом, именно из-за токсичности. Так что, может быть и так. Дополнение «Конец света» получило низкие оценки у игроков и в прессе, там снова 6 из 10 у IGN. Однако, дополнение принесло крутые цифры для студии. И в продажах, и в упоминаниях, и на твиче рекорды поставили. Так что, сколько бы мы не говнились, паровоз-то идёт. И я лишь надеюсь, что когда дропнут в Final Shape, мы все дружно соберёмся тут и поставим единоглаз на 10 из 10. А концепты дополнения будут украшать заставки наших рабочих столов ещё долгое время. Спасибо за просмотр. Как всегда, напомню, что я охотно обсуждаю с вами любые темы в Телеграме, в комментариях. Ссылка будет в описании. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok